Привет, кто решил заглянуть ко мне на канал, меня зовут Светлана, я сейчас сижу буквально уже на чемоданах, мы выезжаем к дочке в Ростов и пока у меня есть часик свободный, я решила вам рассказать о своем заказике Фаберлик, потому что из того, что я заказала, я многое заберу к дочке и уже, конечно, не смогу вам ничего показать, поэтому пока есть время, быстренько-быстренько вам покажу Значит, конечно же, у меня был новый каталог, вот такой вот 12, который начинает действовать с 21 августа А этот заказ у меня был по 11 каталогу, я его делала в первый день действия каталога Заказ довольно большой, интересный, много всего там было, всяких разных хотелок, поэтому, собственно, решила поделиться В этом новом каталоге идет новая серия для рук, я так поняла, поменяли оформление, у них было в таком темно-фиолетовом цвете Сейчас идет трехступенчатая система для рук, тут у нас и химический гель-пилинг У меня, кстати, такое в фиолетовом исполнении где-то еще валяется в ванной, я им сто лет не пользовалась Скраб для рук, потом крема образные для рук, что-то из кремов обязательно возьму, потому что руки у меня сохнут дико-дико сохнут руки И здесь идет скидка хорошая на парфюмы разные, Фаберлист Кстати, я взяла новый парфюм, пробничек, еще даже его не успела протестировать, сейчас будем вместе с вами его пробовать Вообще, этот заказ я экстренно забрала в пятницу после работы и даже не заглядывала туда практически, потому что выходные были бешеные из-за того, что у меня было день рождения Так вот, приступим, также очень хорошая цена на вот эти гели, всего 119 рублей за 250 миллилитров Я, кстати, в этом каталоге как раз по акции тоже взяла парочку для дочи Так, ну и для тех, кто только зарегистрируется в первый раз в Фаберлик, в этот раз не какие-то там продукты, а 500 рублей В общем, нужно сделать заказ от 1500, оплатить его и уже с 11 сентября вам будет начислено 500 рублей в личном кабинете, который вы можете использовать по своему усмотрению Так что, а вот такой вот неплохой каталогик, там много разных интересных акций и предложений Итак, приступим Что же было интересно, начну с того, что у меня тут лежит под рукой Я давно себе хотела такую форму для запекания Увидела, что в Фаберлике она появилась, может быть, она была и ранее, но я, как обычно, только-только-только увидела Я вам рассказывала, что обязательно хочу ее взять Это у нас форма для запекания с крышкой Размер 40,5 на 25 на 6,5, объемом 3 литра Идет она в такой вот огромной-огромной коробке Также сверху была пупырка, все хорошо завернуто, чтобы не погляделась при транспортировке Вот, вот так это, собственно, она выглядит Действительно, здесь идет крышка Единственное, я не поняла, надо почитать на сайте, можете ли где-то уточнить Можно ли запекать с этой крышкой Мне кажется, крышка, она только для того, чтобы закрыть потом уже, то приготовлена Потому что, ну да, она пластиковая, скорее всего, наверное, в ней запекать нельзя Но почему-то здесь указано, что форма для запекания именно с крышкой Объясните мне, может быть, я совсем не очень чего-то понимаю Материал боросиликатное стекло Боросиликатное стекло, я так понимаю, оно огнеупорное Конечно, я хотела себе немного поглубже и поменьше размера Но других на сайте не было Только один такой вот размер Три литра И я давно хотела себе хорошую такую прозрачную форму для запекания Здесь удобно запекать мясо с картошкой, например, будет Вообще такая она довольно вместительная Но, конечно, мне хотелось немножко поменьше размера Слишком она большевата Для своих всяких пупышных выпечек Мне нужно было что-то поменьше Ну ладно, какой есть, такой есть Но мне кажется, что качество должно быть хорошее Стекло довольно плотное, прочное И надеюсь, что с ним ничего не случится при запекании Ну и крышка довольно плотная, кстати Наверное, конечно, с ней запекать нельзя Мне муж сказал, говорит, ты что, прикалываешься? Конечно, нельзя Здесь ни дырочек, ничего нет Ну, скорее всего, это просто закрывать уже потом в холодильник ставить Можно прямо в этой форме Обычно я перекладываю всегда, потому что у нас такие железные Они очень такие симпатичные уже до 100 летней давности формы Поэтому мне нужна была одна хорошая форма Вот, надеюсь, она будет нам действовать хорошо Без всяких проблем Также из посуды я взяла вот такой вот салатничек Верные друзья Это идет у нас серия с животными Которая 50 рублей, по-моему, с каждого продукта идет Для приюта, приюта животных Поэтому я решила взять В принципе, у нас салатников довольно много Но лишним он никогда не будет Это у нас получается Как коллекция, верные друзья Фарфор, диаметр вверх 14 см, высота 6 см Изготовлено в Китае У нас довольно ходовые такие салатники У нас их есть несколько штук Но один недавно треснул Я его выкинула, поэтому на замену решила взять Вот такой вот красивый, симпатичный салатничек Это из серии Ловли Момент Вот такой вот Довольно хорошее, кстати, качество тоже Он не тонкий, не хрупкий Надеюсь, что если вдруг упадет У меня часто такое случается В последнее время что-то посуда бьется Надеюсь, к счастью Вот такой вот хороший салатничек Тоже будем с огромным удовольствием его использовать Так, ну, конечно, очередной кофе Куда я без него Всегда должно быть у меня в запасах Очень люблю В этот раз взяла Доброе утро Вот, люблю очень эти кофе По вкусу И вообще они у меня довольно быстро уходят Так, обновилась серия Бьюти Кафе Теперь у них вот в таких вот симпатичных упаковках По 300 мл До этого они были по 200 В круглых таких непрозрачных Хотя до этого До тех упаковок были что-то наподобие такого И мне кажется, что 300 мл Это более ходовой размер Потому что 200 мл вообще ни о чем Только поставил вроде это Жидкое мыло и оно раз уже заканчивается 300 мл хотя бы хоть чуть подольше Я, в общем, взяла три разных Конечно, апельсиновая меренга Возьму частично к дочи Частично оставлю у нас Это запах приятных таких апельсиновых карамелек Вот Потом взяла аромат моей дочки Конечно же, для нее взяла Это с малинкой Малиновый мельфей Также 200 мл пахнет малиновым пирогом Какой-то выпечкой Очень приятный аромат, кстати Я думаю, что она будет довольна У них жидкое мыло тоже довольно быстро расходуется И взяла вот этот с грушей Грушевая парфе Не решила еще, какой возьму Малиновый по-любому дочке положу И какой-нибудь из этих двух Какой-то оставлю себе А какой-то оттам и ей Ну, по-любому Я надеюсь, ей понравится Грушевая парфе Пахнет грушевым пирогом Прям приятный такой аромат Так Также взяла ультракондиционер для белья Для нее Вот такой вот нейтральный аромат Это защита цвета и волокон Желто-зеленый Такой приятный нежный аромат Написано, что утренняя свежесть Да Пахнет действительно какими-то цветочками утренними Такой ненавязчивый аромат Себе в очередной раз взяла ароматное яблоко На этот раз цитрусовый аромат Немножко меня уже поддостали Поэтому решила для разнообразия взять яблочко Яблочный аромат здесь тоже довольно приятный Такой стандартный аромат химического яблочка Но мне нравятся очень эти жидкие Эти концентрированные гели для мытья посуды Они очень хорошо отмывают посуду До скрипа действительно Я их разбавляю 50 на 50 И хватает мне их довольно надолго Ну, на пару месяцев точно Также взяла концентрированный гель для стирки Для дочи вот такой, для цветных Супер концентрат 20 стирок для ярких цветов ткани И взяла 2 черного белья Еще для нее Вот такой вот для темных тканей 3 в 1 для стирки черных и темных тканей Также для нее взяла Мне нравится и такой, и такой у меня есть в запасах Поэтому взяла еще для нее И взяла еще сухой порошок Так же он концентрированный Тоже его люблю Расстанавливаться на нем не буду Беру постоянно И для мамы, для себя Он всегда есть у меня в наличии Очень классный Действительно хорошо себя зарекомендовал Так, взяла себе пчелиный воск Вот такой вот крем Он вообще идет крем для ног Я, скорее всего, буду пользоваться им для рук Сейчас я, кстати, его протестирую А, он такой как полупрозрачный Я думала, он будет более густой Хотя я не очень люблю аромат меда Или каких-то там медовых продуктов В уходовых средствах Ну да, не очень приятно пахнет, честно говоря Остановление питания Пчелиный воск написано И ментола Вот что пахнет ментола Это охлаждающий крем Поэтому он для ног Что-то я это упустила Я вообще хотела для рук взять Хотя написано Усиливает защитный барьер Устраняет сухость и шелушение А входящий в состав ментола Является освежающим И дезодорирующим средством Ну ладно, пускай будет Буду пользоваться Надеюсь, он мне понравится Ну, по крайней мере, руки Хорошо так охладил Так, взяла для мамы на подарок Так как у нее скоро день рождения Вот такой вот крем для лица Круговая пластика Очень его хвалят Я, по-моему, еще и такой не брала Вот, он такой небольшой совсем Здесь всего 30 мл Он идет с помпой-дозатором У меня, по-моему, когда-то такой был Не помню Уже столько лет занимаюсь в поверликах Что я уже, чисто говоря, и забыла Был у меня такой или нет Мне кажется, что был Ну, на него, по крайней мере, очень много Хороших отзывов Действительно, он хорошо подтягивает Ну, не думаю, что в 63 года Как моей маме Он там сильно что-то потянет Но у нее, слава богу У нас хорошая генетика И она не выглядит на свои 63 Она выглядит на 55 максимум Вот, поэтому надеюсь, что ей он понравится Вот такой вот хороший кремушек Стоил он как раз по акции был Вышел мне совсем недорого Здесь много разных обещаний Способствует моделированию Укреплению контуров лица Препятствует провисанию нижних отделов щек И возвращает кожу эластичность Плотность и тонус Ну, надеюсь, что маме понравится Вот такой вот кремушек Взяла ей на подарок Также из посудного Взяла очередные два средства для Не средства, как это называется Два кухонных прибора У меня уже практически все эти приборы есть Именно из фаберлитки Они мне очень нравятся Качество у них изумительное Мы пользуемся ими уже больше года точно Всеми У меня там и половник есть И что там такого у меня нету Вот, и вот не хватало такой вот лопатки Это у нас получается Лопатка маленькая, коричневая Заготовлена в Китае Материал силикон Размер 27 на 5 Ну, очень хороший такой стандартный размер Она такая довольно упругая Плотная Но вообще они очень хорошо себя показали Зарекомендовали, так скажем В ежедневном использовании Совершенно не деформируются Не теряют свой цвет Не теряют вообще ничего Даже от буковки не стираются Потому что здесь на каждом написано Фаберлик Хом Вот зеленые буковки Они даже за год не стерли совершенно И второе я взяла кухонные щипцы У нас не было кухонных щипцов Представляете Я муж говорю Что там как-то с тобой не это Никогда их даже Они нам особо и не нужны Но смотрю как-то вот В разных видео Смотрю, многими пользуются Особенно вот там Спекать на костре, например Переворачивать овощи Мы вчера наткнулись Как раз в видео Ну, перемешивать салат Ну, вообще напишите Чем вы Есть у вас такие кухонные щипцы В использовании И как вы их используете Мне будет очень интересно Ой, как они тут Ну, в общем, надо разобраться Как-то Что-то они у меня особо Особо не размыкаются А, во Все Все, я поняла В общем, они тоже силиконовые Очень хорошего качества И здесь вот эта штучка Ее так раз Задвигаешь А они перестают Раздвигаться А если вниз ее То они начинают Очень такие Классные, действительно Качественный механизм Пружинка такая Довольно упругая Я думаю, что если такие Подобные взять в фикс-прайсе То их не хватит Надолго В фикс-прайсе Сколько я не брала Разных вот таких Вот скуханных штучек Их буквально там За месяц-два Они убиваются А фаберликовские Конечно, они стоят И дороже Значительно Но они И действуют Намного-намного дольше Так, следующий Что я взяла Я уже сказала По скидке По Или по талонам Опять же Вот этим вот летним Я взяла Два гель для душа Для дочки Это Гель для душа Багамы Очень мне он нравится У нас такой был Он пахнет Ой, пахнет тропиками Пахнет какими-то Обалденный аромат Манго Маракуйя Или что-то такое Очень такой насыщенный Яркий Сочный вкус Натурального Натурального такого Сочного манго Действительно Багамами Пахнет багамами Летом Отдыхом Тропическим фруктами И второй Это конечно Бали Такой вот розовый Он пахнет Наверное Таким мангостином Который Личий мангостин Ну да Тоже пахнет Тропиками Но он такой Более свежий аромат Этот более сладкий Этот более свежий Но они очень-очень классные Оба были когда-то У меня тоже в использовании Довольно активно Так, так как мне Очень понравился Мой Сухой такой Дезик Айдео В этот раз я взяла Для дочки И для мужа Дочка у меня Обожает такие Она именно берет себе Сухой Как сухой Именно в стике Дезик Она обожает Рексона Рексона Что-то там с розовым Тоже бело-розовый Не помню как он называется Вот она постоянно его берет Но цена на него Все больше и больше С каждым месяцем Она жалуется мне Что он очень сильно дорожает Поэтому я взяла Антиперспирант Катон Тач Это у меня аромат Ну именно розовый аромат У меня фиолетовый Фиолетовый мне очень понравился Розовый Ну розовый тоже приятно Пахнет он такой Нежный тонкий аромат Действительно Катона Каких-то цветочков таких Надеюсь ей понравится Потому что она у меня Очень переборчивая Очень придирчивая К дезика Ну и мужу взяла Потому что он тоже Пользуется такими И это Приятный аромат Коричневый Аромат Деревяшек Какой-то такой Тонкий Тоже ненавязчивый Надеюсь ему понравится Потому что он у меня Летом пользуется каждый день Такими дезиками У него как раз заканчивается Рексоном Также для дочки Взяла гель Вот такой вот Фиксирующий Для бровей У меня такой же есть Полосатый Сейчас у него изменилась Упаковка Кстати я смотрю Надеюсь что качество не изменилось Сейчас я кстати посмотрю Он так же выглядит Точно как раньше То есть такая же кисточка Маленькая Аккуратненькая Ну надеюсь что И фиксирует он Так же точно хорошо Как и раньше Потому что у меня Такую полосочку Упаковка Один в один Только полосатая Сейчас они Изменили видимо Упаковку Перестали рисовать Белые полоски А так Я надеюсь что он Будет точно так же Хорошо действовать Так на работе Единственное что мне Заказали Это вот такой вот Что это у нас Эликсир Глубокое восстановление Для волос У меня кстати по моему Такой есть Это как масло Наподобие для волос Глубокое восстановление Для всех типов волос Наносишь В общем на кончики волос Он как бы Разглаживает их Питает И они перестают Пушиться сильно По крайней мере Я пользуюсь Мне нравится С маслом Аблы Ну да Написано Запаивает Восстанавливает Кончики Так И было Последнее что у меня было Это Я заказала пинцет Давно на него Смотрела У меня мой пинцет Уже так Поизносился Ему уже много лет Он еще Ивановский был Так Это артикул 95-76 Размер 90 на 8 Сталь Пластик Шел он в таком Прямо индивидуальном Чехольчике Пластиком Он мне конечно не нужен Я его наверное выкину сразу Потому что он будет валяться И вот такой вот сам пинцетик Кстати похож на тот Который у меня от Эйвен Мой любимый Мой ходовой Любимчик Поэтому думаю Пускай еще один будет Один раз я потеряла Свой любимчик И была без него Как без рук Просто Здесь такая Пластиковая вставка С надписью Фаберлик Ну сам по себе Он в принципе Неплохой Довольно острый Надеюсь что В работе себя покажет Так же хорошо Но этот конечно Все таки Мой любимчик Поострее будет Да Ну вроде по качеству Неплохой Вот Ну вот такой вот пинцетик И был у меня еще Пробник Новой Толитной воды Которая там Вышла Белая с розовой крышечкой Но я его потеряла Сейчас все опускала Пока я везла с велосипедом Наверное он у меня Где-то выпил Потому что Я его вытащила из коробки Мне эта коробка мешалась Положила в пакет Все перерыла Нету Нету пробника 40 рублей Выкинула зря В общем хотелось протестировать Ну ладно В общем все равно Фаберлик Ароматы Хоть и хороши Особенно последний Их розовый Я с удовольствием Сейчас им пользуюсь За жару Он просто как нельзя кстати Но к сожалению Стойкость конечно Их оставляет желать лучшую Вот Чего не хватает Фаберлике Это стойкости парфюма Вот сколько они их не выпускают Все таки Стойкость Да Это их слабая сторона Все Вот такой вот у меня В этот раз был заказик Побежали мы на маршрутку Увидимся в следующих видео Надеюсь вам понравился Мой заказик Пишите обязательно Что вас заинтересовало Что было из-за того Что показала у вас И обязательно напишите Как вы И есть ли у вас Вот такие вот щипцы Как вы их используете Если есть Все Увидимся в следующем видео Всех любец Пока-пока